здравствуйте дорогие друзья приветствую вас в поселке витязево у своей мамы в гостях сегодня моей дочери день рождения исполнилось 7 годиков приедет теща в общем шашлычок для тещи но будем делать интересно называется рислинг оно для маринада мы будем использовать вино домашнее рислинг виноград растет прямо здесь его делал еще мой отец оно немножко зауксило самое то для того чтобы замариновать вкусно мясо и придать ему тонкий винный аромат способов маринада на самом деле имеется огромное количество для нашего понадобится немножечко кумин в зернах черный перец соль и несколько головок лука мясо покупалось витязево на улице свобода пересечения с черноморской одно из самых низких цен кусок шеи единственное что у них было на кости кость мы обрежем и ребрышки такой вот патронтаж прям выбран 4 килограмма с небольшим 400 по деньгам не вышло 1300 рублей сейчас делаем самое важное разделяем мяско делаем и на порционные кусочки для жаркой шашлыка кто как любит вариантов нарезки есть много кто-то как стейками жарит кто-то крупными кусочками кто-то со средними кусочками здесь я думаю что не имеет никакого значения как вам нравится отделяем мясо от кости кость отделили оставим ее на супчик у нас как с этим могут показать вам видите шейная часть на больше клопа точно относится очень мало прожилка и то есть эти кусочки будут по отношению к другим немножко суховато когда вы попадаете вот на такую же шею образно говоря где-то в шашлычке вам кажется ну что у вас немножко наедали но на самом деле шеи становится все длинче и длинче у наших свиней мне кажется скоро время не будут состоять из одной шеи спасибо кстати мои подписчицы за подарок с таких вот горастро емкости татьяна благодарю от души это прям очень круто и очень удобно пошли у нас дальше ребра ребра здесь на самом деле одно название тут мне кажется больше мясо чем ребер это будет даже интересно пробовать жарить такие вот первый кусочек у меня получается я считаю лучший шашлык это все-таки ребра даже шея рядом не стоял потому что здесь слой мяса идет слой жира на кости что может быть вкуснее еще главное вкусно мариновать и пожарить если мясо хорошее можно и не мариновать просто жарить мясо мы нарезали порционными кусочками и оно готово к мариновке до мариновки вот все привыкли что лук там полукольцами или еще как-то надо нарезать у меня есть друг артур профессиональный шашлычник я думаю вы все его знаете то есть мы можем лук с вами нарезать вот буквально вот такими вот как правильно было назвать четвертинками луковицы если небольшие если большая луковица то режем еще ее пополам то есть нам от лука надо только аромат вот я сейчас говорю об этом у меня все не текут от ожидания того что же у нас все таки получится должно далее для аромата мы возьмем немножечко кориандра обязательно в зерна чтобы он нам сразу ждал отличный аромат и аккуратно ступкой его разминаем и высыпаем черный перец ровно столько сколько вы любите горечи соль соль на 4 килограмма около 4 столовых ложки идет ну без горки рассчитывайте правильно чтобы не пересолить мы берем винишко нашу какой у него тонкий аромат где-то 200 грамм вина нам надо для того чтобы сделать вкусно не переборщите перемешать поставить холодное место оптимально на два часа ну а дальше жарим ребята специи дали такой аромат что это просто восхитительно в общем жду вас комментарии обязательно пишите какой именно вы используете рецепт для шашлычка как вы пользуетесь луком мы допустим прошлый раз шашлык мариновали на луке отжатым то есть используя чисто водичку наоборот с него сок и без добавления лука получилось тоже восхитительно там была чистая шейка здесь у нас немножечко по-другому идеально кроме крошечки я раньше еще ставил под гнет то есть делал грузик ну когда мы мариновали еще суксим этом с юности моей тоже получалось очень вкусно и чем дольше стоял тем мясо уже более более почти готово было жду в комментариях что сделал не так что сделал наоборот правильно и как делаете вы пишите обязательно